Следующий у нас Капустин Анатолий. Здравствуйте, меня зовут Анатолий, я маркетолог. У меня... ну, получение пришло совсем недавно, поэтому, может быть, мои идеи кому-то покажутся уже реализованными. Первый вопрос такой. Скорее всего, у вас есть знакомости, с которыми вы познакомились довольно давно, но которые стали успешнее вас. Ну, где-то сверху. Либо, наоборот, для кого-то вы стали таким мерилом успеха. Ради примера, вот, например, есть YouTube. Вы заходите на YouTube, видите человека со ста тысячами подписчиков, потом, через год, он получает миллион подписчиков. Ну, вы получаете возможность только сказать, что я видел его со ста тысячами подписчиками, ну, и, в принципе, все. Он получает рекламный контракт и зарабатывает на этом деньги. Мое предложение уже было частично озвучено про Celebrities. Я предлагаю, когда этот человек понимает, что он начинает расти, чтобы перейти на качественно новый уровень, он выпускает свою монету, ну, назовем ее бренд-коин, и продает им его своим подписчикам. Подписчики инвестируют в него, получают, грубо говоря, часть бренда. Для чего это нужно блогерам? Ну, блогерам это нужно, например, для того, чтобы получить инвестиции. Потому что сейчас инвестирование в Digital, в YouTube блогах, выглядит так, приходит дядя какой-то, дает мешок денег, говорит, 70% рекламы мои. Просто не соглашайся или не соглашайся. Ну, это как-то странно, стрёмно и нужно что-то менять. Вот. Соответственно, растет бренд блогера, растет цена коина. И те, кто вложился раньше, соответственно, получают больше. И в итоге, в принципе, все в плюсе. Плюс, с точки зрения маркетинга, это очень хорошо решает проблему маркетологов, которые сейчас бьются над тем, как бы продать что-то миллениалам. Обычно они используют для этого блогеров, но мы сейчас будем продавать бренд блогера, не используя блогера как воронку для бренда. То есть из воронки продаж мы уберем один этап. Будем продавать самого блогера. Это первая идея. На какой технологии и, соответственно, кто в команду требует? В команду фронт-энд, бэкэнд, потому что у меня, грубо говоря, концепт. Хочу за это время сделать MVP. Окей. А технология? Я пока... Ну, то есть я думаю, это мой вопрос. Потому что у меня просто... Окей, дальше. Это первый вопрос. Второй... Ну, все знают, что есть опять же... Ну, у меня все профильные идеи. Есть много разных блог-платформ, которые иногда закрываются, которые иногда банят своих авторов, и никому не хотелось бы потерять свои посты, которые вы там писали. Есть сейчас замечательное сообщество Steemit.com. Скорее всего, вы все о нем знаете. Это англоязычное, ну, на блокчейне реализованное сообщество. Сейчас у нас открылось сообщество в России Goos.io. Есть мысль сделать Goos.io бэкап и экспорт постов из популярных блог-платформ. То есть человек подключает свой аккаунт к условному Goos и с какой-то периодичностью в Goos заливаются его посты. Соответственно, человек получает вечный бэкап, получает доказательств того, что он создал этот пост. То есть запись в блокчейне. Потому что если в блокчейн-платформе в условном Steemit можно отследить плагиат, то в блоках это в плагиатах следить сложнее. Потому что, грубо говоря, кто-нибудь сделал stand-out сайт, подделал дату, и вот он уже раньше тебя написал твою же статью. С этой проблемой, получается, бороться. Соответственно, решаем проблему авторства, решаем проблему цензурирования. То есть если какой-нибудь клумнист написал статью на эти Москвы, а потом пришел кто-то из правительства, говорит эту статью нельзя, статью удаляют, она все равно остается в нашем бэкапе. Ну и, соответственно, решаем проблему миграции. Если площадка не устраивает, площадка начинает монетизироваться, как, например, Freelance.ru, когда он вроде всех устраивал, а потом он скатился, грубо говоря. И люди будут мигрировать не на пустую площадку, где у них ничего нет, а будут мигрировать на готовую, где все их посты уже подтянуты. Ну и за коины ГОСа они свой медийный вес также будут переносить, потому что их посты тоже будут как-то новые восприниматься сообществом. Идея сделать бэкап и настроить экспорт. Разработчики? Разработчики тоже самое. Я маркетолог, я могу, в принципе, позиционирование построить. Я умею общаться с блогерами, я занимаюсь как раз блогерами. Но, к сожалению, ни бэкэнда, ни фронтэнда у меня нет. Пять минут. Аплодисменты. Спасибо. Спасибо. Спасибо.